Взаимодействую с администрацией, с управлением городского хозяйства. Дальше Владимиром Петровичем у нас проходят планерки каждый понедельник, так как я являюсь еще директором управляющей компании. У меня имеется техника в наличии. Были моменты такие, когда Дарсун Назаров занимался отсыпкой улиц в районе вокзала. То есть помогал техникой. Вероятно, именно по этой причине депутат Игорь Витрук от ЛДПР и не может спросить с администрации города, почему при формировании проекта бюджета Назарова наказы избирателей остались в стороне. И разве в этом заключается в конце концов депутатская работа? К слову сказать, большинство депутатов Назаровского городского совета явно терялись перед микрофоном. Так, например, Ирина Гололобова от «Единой России» во время выступления не могла припомнить, когда же она проводит прием граждан. Значит, работаем по графику. Вот так то ли лукавила Ирина Анатольевна, говоря о приеме граждан, то ли делает это настолько нерегулярно, что память ее и подвела. А между тем далее ее выступление присутствующих в зале избирателей практически шокировало. От всех работников культуры поблагодарить своих коллег-депутатов, которые оказывают финансовую помощь в проведении городских мероприятий. Поэтому мне сегодня хочется сказать спасибо, это я говорю от всех учреждений культуры, Александру Щербакова, правда его сегодня нет, Ивану Захарову, хочется сказать, Виктору Губану, это помощь разреза Назаровски, они нам всегда оказывают в транспортной поддержке, и Дмитрию Яковлеву. Вряд ли в данном случае слова благодарности спонсорам были уместны. Впрочем, некоторые из вышеперечисленных депутатов-спонсоров вероятно уверены, что именно в этом и заключается их работа в представительном органе. И культура, образование, и спорт все получают от депутата Яковлева поддержку. Не только депутатскую, но и финансовую. С 2012 года мной было истрачено полмиллиона рублей на помощь городу Назарову. При этом почему-то депутат Дмитрий Яковлев промолчал о том, что деньги эти он вернул в полном объеме в виде субсидий в рамках программы поддержки предпринимательства еще в бытность Сергея Сетова. Умолчал и не только он. Другой депутат Надежда Елизарева в своем выступлении тоже умолчала и, как мне кажется, в главном. Я была избрана по списку депутатского объединения Коммунистической партии Российской Федерации. Работаю в составе трех постоянных депутатских комиссий. Являюсь председателем комиссии по законности и защите прав граждан, а также являюсь членом двух депутатских комиссий по образованию и культуре, молодежной политике и институтам гражданского общества. И так шла по списку от КПРФ. И ни слова о том, что из рядов коммунистической партии ее исключили с формулировкой за утрату доверия. А ведь люди на избирательных участках совсем не ей доверили представлять свои интересы в депутатском корпусе. И по-хорошему лучше бы ей покинуть его. И такие предложения в зале звучали, но остались без ответа. Стоит отметить, ситуация в зале накалялась с каждой минутой. Люди требовали отчета, а натыкались на грубое неуважение, как, например, со стороны Сергея Вастьянова, который так разошелся, что, вероятно, забыл, где находится. Здесь есть люди, я думаю, может, они просто не хотят, чтобы я называл их фамилии. Дай денег мне на соревнования. Мне всегда давали. Мне всегда давали. Есть спонсоры, есть меценаты. Если захотите, вы это сделаете. Но не сидите, не говорите. Дайте мне три рубля на клюшку, иначе я буду там, извините, своим тамборгом играть. Это стыдно уже. Отчет депутатов Назаровского городского совета, который состоялся в городе 30 апреля, большинство жителей, присутствующих в зале, разочаровал. Люди ожидали услышать о конкретных делах своих представителей, а не о количестве комиссий и сессий, в которых они приняли участие. Лишь немногие выступления представителей народа были в результате выслушаны до конца. Вы знаете, я назвать это мылом, это даже очень прекрасно, а назвать это мутью, я зачем мне надо знать, сколько они сплясали, сколько станцевали. Я под недаром задал вопрос, покажите журналы приема жителей. Сто процентов уверен. Да их нет. Нету. Далее, вот эта партия «Единая Россия», которая избрана блоком, у них нету депутатов, нету, как присылается на народ. Сколько они приняли людей? Отчеты перед избирателями, они должны читаться, что они делают. Скажите, пожалуйста, свое мнение. Как вы считаете? Это не отчет, во-первых. У них объявление идет, отчет перед избирателями. Вот округ какой. Если у нас округ, я своего депутата, вот живу уже с 11-го года в доме, я ни разу его не видела. Впервые вот такая форма, когда все депутаты, когда вот все-таки обратная связь, они по газетам, не в газетах, а отчеты безликие. Я очень довольна. Я думаю, что это заслуга, скорее всего, председателя городского совета Юлии Алексеевны. Это хорошее начинание, но удовлетворения до конца нет, потому что они нас не слышат. Они, ну не знаю, или не поняли, или не хотят понимать, что вот это вот для нас как раздражение просто. Они говорят, что нам же говорят избиратели. Вот хотелось бы услышать, каким депутатам, их избиратели высказали мнение, что вот прямо все 14 депутатов правы, остальные неправы. Неправда. По реакции некоторых депутатов, некоторые вопросы из зала были неугодными. А вот Владимиру Масейчуку представители народа отвечать вообще не пожелали. Спасибо за работу. Извините. С наступающими праздниками. Какие я сейчас открою? Вот так заместитель председателя Назаровского городского совета Галина Куликова в то время как Владимир Масейчук просит его выслушать, поздравляет собравшихся с предстоящими праздниками. Правды ради стоит отметить, тем, кто пожелал продолжения общения, Галина Григорьевна предложила подняться в кабинет общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Что, собственно, и сделал Владимир Михайлович вместе с нашей съемочной группой. Но вот что из этого вышло. Юрий, а почему вы закрываете дверь? Мы средства массовой информации, мы имеем право войти. Не надо будет высказать. Такая позиция некоторых местных депутатов, включая не только Дмитрия Яковлева, который выступил в роли нарушителя закона о средствах массовой информации, грубо препятствуя проведению видеосъемки, но и той же Галины Куликовой, которая на тот момент находилась в общественной приемной, и некоторых депутатов, которые были там же, мягко говоря, приводит в недоумение. Полное отсутствие уважения к избирателям средствам массовой информации не может оставить равнодушным. И прежде всего, конечно, тех, кто во время выборной кампании отдавал за этих депутатов свои голоса. Владимир Масийчук как раз один из таких. Выборы не пропускает никогда, считает своим долгом приходить на избирательный участок. И, конечно, в этот день он имел полное право получить ответ на свой вопрос. Первый по перспективному плану, который утверждали они депутаты, значит, глава города, перспективный план, там, прошу прощения, сказала, что указано, в феврале месяце Павкин отчитается, так? Глава города отчитается в марте, отчиталась, так? А Павкин почему не отчитывается? Почему? Почему? Вот меня интересует их, кто должен это контролировать? Казалось бы, в свете сложной экономической ситуации в целом по стране вопрос вполне уместен и ожидаем. Люди хотят знать, как расходуются дефицитные бюджетные средства и держат ли депутаты от многочисленной фракции «Единая Россия» руку на пульсе. Ведь именно они в свое время горячо поддержали кандидатуру Виталия Палкина на должность руководителя администрации. Очень хорошо про страх перед журналистами сказал глава государства Владимир Путин. Свободная пресса может быть врагом только для жуликов, казнокрадов и преступников, а для власти как таковой, которая служит народу, не может быть такой ситуации. Даже не знаю, к какой категории можно отнести Дмитрия Яковлева, но страх перед средствами массовой информации налицо. Он настолько, вероятно, обуял депутата, что тот пошел на нарушение закона о средствах массовой информации.